7 декабря – день Великомученицы Екатерины, покровительницы Видновского Свято-Екатерининского мужского монастыря. На престольный праздник в Ленинский район прибыл управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Традиционно он провел праздничную божественную литургию, посвященную Свято-Великомученице Екатерине и обители, которой в этом году исполнилось 355 лет со дня основания. Основание Свято-Екатерининскому мужскому монастырю было положено царем Алексеем Михайловичем, который отличался своей набожностью. Здесь ему было явление Великомученицы Екатерины. И именно здесь, 355 лет назад, он утвердил быть обители, которая за долгие годы многое претерпела. Сейчас это прекрасные храмы, особенно Центральный собор, посвященный Великомученице Екатерине. 7 декабря в память о ней и состоялась праздничная литургия, на которую прибыл митрополит Коломенский Крутицкий Ювеналий. Цветами и приветственной речью встретил его глава района. Божественную литургию провел владыка Ювеналий. Помогали ему епископ Серпуховской Роман, настоятели подмосковных монастырей и храмов, благочинные московской епархии. По окончании праздничного богослужения, настоятель монастыря Владыка Тихон поблагодарил митрополита за оказанную честь возглавить торжество и преподнес Ювеналию образ Иверской иконы Божьей Матери в память о сегодняшнем дне. Я желаю вам всем, возлюбленные братья и сестры, чтобы вы хранили в своем сердце веру православную, вдохновляясь подвигами мучеников и новомучеников, преподобных и святителей всех святых в земле российской Бразияжи. Перстольным праздником и 355-летием обители поздравил всех и глава района, отметив, что в Ленинском районе продолжается возведение новых храмов. В прошлом году мы с вашим участием, дорогой владыка, открыли в Иосифово-Володский храм в Развилке. В этом году мы открыли Казанский храм в Молоком. Сейчас у нас проектируется и начинают строиться еще пять храмов. Подарок обители со столь знаменательной датой Сергей Кошман вручил набор сосудов для богослужения. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.